Всем привет! Вы на канале MarsLife и сегодня, ребята, у меня для вас очень хорошая новость. С сегодняшнего дня в Украине визовые центры открываются в Украине. Есть общая информация на сайте Министерства Лунингелл Чехии. Фасольство расширяет возможности для выдачи виз. Как сейчас видите на экране, буду показывать вам эту информацию и также прочитаю и расскажу вам о тех моментах, которые добавились для получения новых виз. Итак, визовые центры у нас открываются в Украине. Вслед за постоянно растущим спросом со стороны чешских компаний на этой неделе продолжается новая волна открытий виз в Украине. За открытием визового отдела посольства Чехии в Киеве сегодня последует открытие семи визовых центров по всей Украине. Это увеличит возможности подачи заявления на визу в Украине. В чешских компаниях не хватает работников из Украины. К сожалению, мы ограничены мерами, принятыми украинским правительством. Вот такая вот информация от министра иностранных дел Томаша Петрыжичика. То есть еще украинское правительство вставляет свои палки. Я рад, что доход от виз увеличился в 10 раз в момент открытия нашего консульства во Львове 14 дней назад. И с 60 заявок мы сейчас находимся на уровне 600. Но даже это не полная работа. Так что вот такая вот ситуация комментирует Томаш Петрыжичик. Ввиду постепенного распада меры, в частности, эпидемиологической ситуации в Украине, которая, к сожалению, нестабильна, в настоящее время принимаются заявки. То есть та информация, которую озвучивала и раньше, что открылся Львов, открылся Киев, все остается в силе. Не буду перечислять, кто в принципе работает. Все и так тут понятно. Если нет, то можете почитать эту информацию по этой статье. Ссылочку оставлю под видео. Ну, из краткого, то есть сезонные работники, работники в сфере здравоохранения, социальных служб, членов семей, также добавили цель трудоустройства новая в случае работников пищевой промышленности. Кто не знает, что такое пищевая промышленность в Чехии, это обработка и консервирование мяса, мясные изделия, то есть мясокомбинаты, консервирование овощей и фруктов, также производство молочных продуктов, производство пива, вина, воды, алкогольных напитков и так дальше. Так что, ребят, если у вас есть документы на такие вот варианты вакансий, пожалуйста, можете идти уже подаваться, все это будет работать и вас будут принимать. Также сюда добавляется, точнее уже было добавлено долозрочный вид на жительство, то есть виза Д долгосрочная для научных сотрудников, для заявления на вид на жительство для более чем 90 дней с пруков, обвинения несовершеннолетних детей, то есть воссоединение семьи и так далее, чего мы тоже ждем сетерпением. Долозрочные визы для сезонной занятости и так дальше. В то же время, еще одна такая информация интересная, все заявки на карточки сотрудников, которые были поданы до объявления чрезвычайного положения в Чешской республике, находятся на стадии заполнения, то есть потихоньку их разбирают, то как и озвучивалось, то есть они были в стадии заморожена, дальше уже начинают, так сказать, оттаивать, потихоньку лед трогается и, соответственно, рассматриваются ваши все заявления, кто подался, это очень хорошая новость. Но это касается как раз нескольких тысяч украинских рабочих, которые получат рабочие визы, и это все начнется с 15 июня, то есть визовый центр во Львове будет принимать заявки на карточки сотрудников в рамках программы квалифицированного сотрудника, то есть заявки, включенные в программу до объявления чрезвычайного положения. То есть вот такая новость на сайте чешских иностранных дел. Также сразу вам покажу, что информация продублирована уже на Генеральном консульстве Чешской республики во Львове, то есть открытие визовых центров, все это продублировано, что с 3-го числа открываются визовые центры, и здесь перечислены те категории сотрудников, которые могут подаваться. Другие автозаводы, склады пока на паузе, ждем, то есть я думаю скоро все это появится. Также не забывайте, что есть информация про регистрацию для подания заяв за категорию. То есть нужно предварительно зарегистрироваться. Как зарегистрироваться я рассказывал в предыдущем видео, если кто не посмотрел, посмотрите обязательно. Можно перейти по ссылочке и откроется вам такой вот сайт, где есть новости, визовые центры посольства Чешской республики начинают прием документов с 3-го червня, и так дальше, там бла-бла-бла. И заявники не рееструются самостійно через наш сайт, або колл-центр. Министерство сельского господарства Чешской республики формует списки заявников на основе заявок чешских компаний, та на основе цих списков визовых центрах самостійно связывается с конкретным противником и призначая ему дату подачи документов. Заявник повинен прибудуть для подачи заявок точно в час, призначенный визовым центром, в ближайшем или пизднейшем подачи не будет дозволено. То есть и здесь рассказана уже информация по безопасности, что нужно взять масочку, перчаточки, и потому что без них не будет допускаться, следовать инструкциям охранников там и так дальше. То есть такая вот информация. Ну в принципе, ребят, новости очень хорошие, все начинает потихоньку трогаться, уже могут потихоньку поддаваться, узнавайте всю эту информацию, кто сейчас находится в Украине, кто будет ехать. Также не забывайте, что нужен еще пока тест на коронавирус, может, конечно, после 15 числа он будет отменяться, не знаю, обязательно он должен быть с переводом, потому что на границе могут не пропустить. Также вроде бы с 15 июня будет начинаться авиасообщение, потому что в мае месяце все закрыли, Украина пока закрыта, поэтому с Чехии ничего пока не летает. Поэтому, чтобы были в курсе, заходите на сайты авиаперевозчиков, заходите на сайты автобусных перевозчиков, уже смотрите, мониторите. Кстати, делитесь тоже комментариями под видео, кто если ехал, есть какая-то информация, может кто-то знает, что и как, и думаю, это будет полезно всем нам, и нужно будет поделиться такой информацией. Вот. Ну у меня, в принципе, на этом все. Спасибо, что смотрите, спасибо, что остаетесь на канале. Это все новости, которые я хотел поделиться с вами. Ну, до новых встреч, увидимся в новых выпусках. Всем удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok